Сергей Федорович, история, которая разворачивается в Калужской области, связанная с препятствием в регистрации независимого кандидата в депутацию Конституции, то есть у вас, она завершилась сегодня? Сегодня была рабочая группа. Скажите, пожалуйста, что происходило на ней? Сегодня 7 сентября 2020 года. И сегодня была очередная рабочая группа Калужского избиркома под предводительством Князева Екатерины Юрьевны. Но, скажем так, я большего цинизма, скажем так, ну, очень трудно на самом деле как-то встретиться. Напишите, что происходило на этой рабочей группе? На этой рабочей группе происходило буквально следующее. Я думал, что согласно решению Центральной избирательной комиссии я приеду и буду зарегистрирован, потому что Центральная избирательная комиссия мои подписи, соответственно, проверила. Ну, куда выше, чем ЦИК и ее эксперты. Но, оказывается, я ошибся. За три дня Калужская областная избирательная комиссия в очередной раз, в четвертой, проверила мои 1320 подписей. И выдала мне очередной вердикт, от которого я был просто в шоке. Выяснилось, что, оказывается, 233 подписи недействительные. Недействительные. Не поддельные, а недействительные. И смысл заключается в следующем, что это, ну, я даже не знаю, это ГОП-компания, команда, значит, когда она была искренне, когда они действительно проверяли мои подписи. В первый раз, когда их проверяла Малорославецкая избирательная комиссия, второй раз, когда их проверяла Калужская избирательная комиссия, я доверяю Центральной избирательной комиссии, которая в третий раз проверяла мои подписи. Или вот сейчас, в четвертый раз, когда Калужская областная избирательная комиссия проверила мои подписи, и 233 из них признала недействительные. Так вот, когда они были по-настоящему проверены? И самое парадоксальное, что опять в очередной раз, как это и всегда бывало со стороны калужских избиркомов, они мне не показывают подписи. Мы не показывали. 5.18.4. Справка МВД. Адрес. 5.21. Справка МВД. Адрес. 5.21.1. Неоговоренное исправление в сведении ОЦ, осуществлявшем сбор подписей. Что, что еще? 5.21. И что там не так? Справление, видите? А что, ничего? Вы не читаете? Смотрите, пацан, не посмотрите. Просто смешно. Когда попросили от них фамилии, сверить наши подписные листы, они тоже в этом мне отказали. Так поэтому, с чего они решили, что я поверю в их заключение? И вообще, какой-то здравомыслящий человек, проживающий сегодня в Калужской области, может поверить в честность, искренность этих, так называемых, в кавычках, джентльменов. Почему я должен верить им на слово? Из порядка семи подписей, которые мы попытались отследить, в пяти случаях, Калужская избирательная комиссия нам солгала. И дальше они начали сказать, ну, что с вами разговаривать? И прочитали нам, по большому счету, не привязывая совершенно к подписным листам, ну, вот, зачитали нарушение, что не совпадают адреса, подделанные подписи, подделанные, короче, все подделанное. То есть, люди, которые 1320 человек отдали за меня, еще раз повторяю, по-честному свои голоса, значит, оказались все подделаны. Вот эти, сколько их там сегодня было, раз, два, три, четыре, пять человек, они не подделаны, а все остальные подделаны. Поэтому, заканчиваю свой спич, поэтому, безусловно, я, конечно, буду обращаться завтра в Центральную избирательную комиссию, в конце концов, ну, обращаясь к Эле Александровне Панфиловой, к ее членам Центральной избирательной комиссии, что с Калужской, с Калужской областью Берком надо заканчивать. Вот с этим бардаком, который там творится, с их беспределом, с их наглостью, потому что, я так понимаю, для них на сегодняшний день законы Российской Федерации просто не указ. Они все, что хотят, то и воротят. То есть, их покровитель Артамонов, сидя в Совете Федерации, им отдает команду, гасите Кременеву, ничего им не давайте. Они сидят и гасят. Безусловно, мы все эти подписи обязательно, которые, вот теперь уже не 540, конечно, нам 540 предъявили, да, конечно, мы по ним будем проводить разбирательство. Это даже безусловно. Я больше, чем уверен, что обязательно будет возбуждено уголовное дело за подлог. Я их предупреждал несколько раз, что вы не добровольно, добросовестно заблуждаетесь, вы занимаетесь подлогом князева Екатерины Юрьевны вместе с Квасовым, Виктором Хрисанфоровичем. Более того, если, ну уж совсем ничего не помогает, то я так понимаю, что я вынужден буду прибегнуть к другим формам отстаивания своих интересов и интересов граждан, которые за меня подписались, которые поставили подписи в мою поддержку, в моего выдвижения, как кандидата в депутаты. Я выйду с пикетом к администрации президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в связи с тем, что он является гарантом Конституции, а Конституция нам дает право на свободное волеизъявление и дает право мне быть избранным. И Конституция защищает голоса граждан Российской Федерации, которые являются носителем власти. И только народ имеет право передавать эти полномочия. Не Князева, Артамонов, Квасов и иже с ним бригада, а люди, которые за меня подписались. И только они могут выбрать. Или Кременев будет депутатом законодательного собрания, или все остальные. Кременев